Вагоны бывают разные. Пассажирские, товарные, почтовые. А еще есть вагон-тюрьма. Вот это есть вагон для перевозки заключенных. Внешне он ничем не отличается от обычного, но если приглядеться, то на окнах решетки. А здесь окон вообще нет, там камеры. Ребят, как дела? Уголовников сажают прямо на сортировочной станции. Тут же формируют и пассажирские составы. После того, как заключенные попадают в вагон, его конвоируют вот по этому коридору. Здесь уже ему определяет койко-место. Это может быть камера трехместная или больше. Пока одни распаковывают чемоданы и устраиваются поудобнее, в спецвагоне идет своя жизнь. Закрыто! В отличие от обычного купе, к которому мы привыкли вместе с вами, здесь нет ни окна, ни столика под минералку, газет не почитать. В целом здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть посадочных мест. Но если заключенных больше, а такое бывает часто, вот есть дополнительная доска, которая позволяет на втором этаже разместить сразу троих. Насчет посидеть тоже не очень удобно. Вообще удобств никаких. Дверь у нас закрывается таким образом. Соответственно, это вот форточка для, откидная площадка для предоставления ему, так сказать, кипятка налить и так далее, и так далее. То есть он сюда вытаскивает свою тарелочку, туда наливает пикиточек, и он, так сказать, соответственно, принимает пищу. Значит, этот, для того, чтобы они курили и сюда сбрасывали, так сказать, окурки, бычки и так далее. То есть для мусора, так сказать. Тюрьму на колесах цепляют к хвосту или голове обычного пассажирского поезда. Так больше гарантий, что никто не сбежит, да и случайные попутчики не сунутся. Чай не вагон, ресторан. Ну, в настоящее время, значит, для заключенных предоставляются совпаки, в которых ходят еще это приготовление, для приготовления пищи, вот эти вот, типа дошираки и так далее. Все это кипяток им предоставляется, не менее трех раз в день. Так что, в принципе, они, ну, не ущемленные в пути следования. Горал, внимание, обмен. Первый. Раз, рука за спиной. Один. Семь. Девять. Одиннадцать. Одиннадцать. Семь. Двенадцать. Контроль за преступниками ведется ежесекундно. В тесном коридоре постоянно следят два караульных. Вам можно? Это купе охраны. Ну, скажем так, цивильное купе, абсолютно привычное для нас с вами. Здесь мягкие полки, здесь есть белье. Кстати, заключенным белье они выдают, они прямо на жестких нарах так и едут до конечного пункта назначения. Охрану кормят обычно, это восемь человек, но бывают случаи, когда количество охранников увеличивают, и вот тогда эти третьи полки очень выручают. В общем, не сладко и тем, кого везут, и тем, кто охраняет. Ну, во-первых, у них, конечно, условия службы, конечно, очень тяжело. Во-первых, постоянно быть готовым ко всему, это раз. И все-таки учитывая, что караул не очень незначительный по численности, соответственно, нагрузка у них очень большая. РЖД-то, оно готово выделить деньги, но им тоже никто не дает, потому что вагоны предназначены не для ОРЖД, не для ФПК, а именно для перевозки наших, так сказать, граждан. Несмотря на то, что заключенных перевозят вместе с простыми пассажирами, безопасности законопослушных граждан ничто не угрожает. Роман Веселков, Андрей Маченин, Будок.ру